Здравствуйте! Это программа «Золотые лекции» на канале «Русский мир». Меня зовут Елизавета Александровна Голышева. Я руководитель отдела проектов и программ в Центральной детской государственной библиотеке имени Аркадия Петровича Гайдара. Сегодня я хочу рассказать вам про жизнь и творчество Аркадия Петровича Гайдара, потому что это очень важный человек для нашей библиотеки, это очень известный детский писатель. И в 1965 году наша библиотека получила имя Аркадия Петровича Гайдара, и мы начали свой путь вместе с Аркадием Петровичем. В этом году мы организовали проект, который состоит из двух частей. Первая часть, так сказать, офлайн-часть, она реальная, она находится в нашей библиотеке по адресу Ростовская набережная, дом 5, в Москве. Можно прийти, посмотреть. Это карта детектива. На ней расположены разные арт-объекты, связанные с жизнью и творчеством Аркадия Петровича. Там есть золотой шнурок, можно пройти по его пути с помощью аудиогида и послушать про жизнь и творчество писателя, попытаться самому отгадать загадки, самому загадать загадки и многое другое. Также сегодня я хочу рассказать вам про онлайн-часть проекта. Была проделана большой анализ, большая работа по творчеству и жизни писателя. Мы везде анализируем творчество и жизнь писателя. Она состоит из нескольких аспектов. В этот аспект входят редкие книги, которые есть у нас в библиотеке, некоторые из них с автографом, некоторые книги сделаны огромным тиражом и этим имеют тоже свою привлекательность. И про многие из книг рассказано у нас на сайте, чем каждый из этих книг особенно. Также есть просто книги, которые оформляли известные иллюстраторы и которым предисловие написали известные авторы. Они тоже, естественно, за авторством Аркадия Петровича Гайдара и про них тоже рассказано на этом сайте. Это вот один блок книги, он достаточно интересный. Я вас приглашаю на сайт посмотреть и узнать про эти книги поподробнее. Далее там идет карта Москвы, карта мест Гайдара, в которых он был, в которых он творил, в которых он путешествовал. Есть места, из которых он ушел на фронт, места его первых произведений, которые были напечатаны, я имею в виду различные журналы, в которые он приезжал и в которых он писал. Тоже можно воспользоваться картой, там вы наводите курсор и смотрите на места, в каждом месте есть краткая информация о том, чем занимался Аркадий Петрович в том или ином доме и не только доме. Кроме этого, есть два больших таймлайна. Первый таймлайн связан с биографией автора, он охватывает основные точки жизни писателя, а второй таймлайн посвящен творчеству, ему мы уделили особенное внимание, потому что он очень-очень много произведений написал, много произведений важных для нас, и мы постарались выбрать интересные аспекты жизни, которые до этого не были затронуты. И я перехожу к части, которую сегодня мы будем более подробно разбирать, это азбука Гайдара. Что это такое? На сайте представлена презентация с различными объектами, которые могут показаться неожиданными. Это вообще все, все, что мы видим вокруг. Я сейчас начну перечислять, и вы поймете, о чем идет речь. Там есть информация и про какие-то места, и про какие-то события, и про что-то, что может вам показаться совсем не связанным с Гайдаром, но мы постарались найти эти нити, переплести их, и таким образом, мне кажется, получилась достаточно интересная азбука Гайдара. Я вас сейчас приглашаю отправиться в это путешествие со мной, я буду озвучивать букву и далее озвучивать краткую экспозицию, краткое представление о каждой из букв, а потом вы можете самостоятельно зайти и прочитать более подробно. Итак, переходим к буквам. Первая буква — это А. Как я и говорила ранее, очень необычные мы подобрали объекты. Буква А сочетает в себе, например, астероид, названный именем Аркадия Петровича Гайдара. Он был открыт в 1975 году в Крымской обсерватории и входит в десятку литературных астероидов. Туда еще входят астероиды, названные именем братьев Стругацких, Владимира Набокова, Шаламова и других писателей и поэтов. Дальше мы не оставляем букву А, остаемся на ней. И тут можно рассказать про Артек, лагерь, в который Аркадий Петрович Гайдар очень любил ездить, потому что он обожал детей, действительно обожал детей, поэтому писал для них такие прекрасные произведения. И чем примечательен еще лагерь Артек в Ялте, тем, что в 1931 году он приехал туда вместе с сыном Тимуром, и они там очень много делали всяких отрядных интересных дел. Об этом можно тоже подробнее прочитать у нас на сайте. И, конечно, город Арзамас в Нижегородской области, в котором родился писатель, и там очень много объектов связано с его именем и фамилией, и этот город известен тем, что там родился Аркадий Петрович, и многие именно поэтому туда приезжают. Буква В. Война. Ну, тут на самом деле можно говорить очень коротко, можно говорить очень долго, но, конечно, война огромное влияние имела на Аркадия Петровича, прошла просто мотивом сквозь всю его жизнь. Она есть и в его произведениях, и в детских произведениях, и он был военным корреспондентом, то есть это в его очерках. В общем, война везде, война всегда, к сожалению. И Аркадий Петрович был очень травмирован вот этим большим событием, которое прошло сквозь всю его жизнь. И, собственно, от слова «война» происходит военная тайна. Это повесть Гайдара, которую он написал в 1934 году, и это одно из центральных произведений его творчества. Буква Г. Как я и говорила ранее, тут мы берем просто, в общем, какой-то объект и говорим о газетах. Это газеты, которых сейчас уже не существует. Это «Молот», «Тихоокеанская звезда», «Волна», «Правда севера», «Комсомольская правда». Тут все-таки что-то существует, что-то осталось. Гайдар начал свое творчество в газетах и получал благодаря газетам возможность жить и существовать. И газеты действительно повлияли на его творчество. Буква Д. Это, конечно, дети. Во-первых, дети, они герои большинства произведений Аркадия Петровича Гайдара и, конечно, своих детей он очень любил. У него был родной сын Тимур, приемная дочка Женя. Он назвал их именами литературных героев, которые в очень известном его произведении Тимура и его команды играли главные роли, если можно так выразиться. Поэтому понятно, что дети являются важнейшими для Гайдара. Следующая буква Е. Тут позволю зачитать цитату. Михаил Елизаров в своем эссе о Гайдаре писал «Впервые о смерти я услышал от Аркадия Петровича Гайдара. Раньше в моей детской жизни присутствовал Корней Чуковский, праздновалась скорая свадьба Камарика и освобожденной цикотухи. Но это была потешья насекомья смерть, подмостки грушечного тюза. По окончании стишка зарубленный паук надевал голову, как панамку, и выходил на поклон вместе с тараканами и гусеницами. Но как же я плакал, когда услышал такие ожидаемые слова. И погиб мальчишки-бальчиш, как громы загремели и боевые орудия, так же, как молнии засверкали огненные взрывы, так же, как ветры вырвались конные отряды, и так же, как тучи пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная Армия». В этой цитате мы можем увидеть, что на Михаила Елизарова огромное впечатление оказало произведение Гайдара. И так можно сказать про многих советских детей, не только советских. Аркадий Петрович действительно очень сильно повлиял на судьбы этих детей. «Жизнь насекомых» — это повесть Виктора Белевина, в которой второстепенная героиня вслух читает цитату из несуществующего произведения, несуществующего журнала. Для нас важно, что этот журнал называется «Полет над гнездом врага к 50-летию окукливания Аркадия Гайдара». То есть это такой сарказм. Буква «З». Ну, звезда. Звезда — это один из любимых символов Аркадия Петровича и любимый его романс «Гори-гори, моя звезда». В общем, все у него крутилось вокруг звезды, и у него даже была специальная подпись, которая представляла из себя звезду. Буква «И». Иллюстраторы. Для каждого автора иллюстраторы являются неотъемлемой частью его деятельности. Так и произошло с Аркадием Петровичем Гайдаром. Все известные иллюстраторы того времени помогали ему оформлять его произведение. Буква «К». Камень. Гайдаровский камень есть на горе Аюдак в Артекии, и каждый желающий может залезть на этот камень, загадать свое желание, и оно обязательно сбудется. Буква «Л». Тут у нас возникает неожиданно еще один поэт. Это Михаил Юрьевич Лермонтов. Был родственником Аркадия Петровича Гайдара по материнской линии. Однако очень жаль, что сам Аркадий Петрович об этом не знал, и об этом узнали только его родственники, уже когда делали экспертизу. Кроме того, на букву «Л» можно выделить город Львов. Он находится в Курской губернии, находился тогда в Курской губернии Российской империи. Из города Львов, семьи Львов, семья Аркадия Петровича Гайдара уехала, потому что они боялись ареста отца. Буква «М». Памятник Мальчишуке Бульчишу был установлен в 1972 году в Москве на Воробьевых горах. Высота его 5 метров, его можно увидеть и сейчас. Буква «Н». Новый год. Очень важный праздник для всех нас, и, конечно, вы знаете, что он являлся центральной, я бы даже сказала, действующим лицом, центральной фигурой произведения «Чук и Гек». Ведь именно в этот праздник два мальчишки, которых не очень простая жизнь, едут к своему отцу и верят, что все чудеса сбудутся. Буква «О». Озеро Шира. Это хакасский курорт, который охранял 16-летний Аркадий Петрович Гайдар вместе со своим отрядом. Буква «П». Псевдоним. Надеюсь, что вам всем известно, что Аркадий Петрович Гайдар не сразу был Аркадием Петровичем Гайдаром, он стал им 7 ноября 1925 года, а его настоящая фамилия – это Голиков. И, соответственно, вся его семья, которая состояла из отца, матери и сестер, у них у всех была фамилия Голиковы. Многие исследователи до сих пор спорят, как же так возник этот псевдоним, и я расскажу вам о трех самых популярных версиях. Одна версия гласит, что в переводе с хакасского «Хайдар» означает «садник, скачущий вперед», и что Аркадий Петрович, который очень мужественно вел себя во время боев, взял себе это имя, как бы наставляя себя, что он всегда окажется всадником, скачущим вперед, несмотря на все препятствия, которые будут появляться у него на пути. Вторая версия, более писательская, такая поэтическая, она касается того, что Аркадий Петрович очень любил Д'Артаньяна и придумал себе, что Г – это Голиков, А – это Аркадий, а Дар – это Д'Арзамас, то есть Аркадий Петрович – Голиков из Арзамаса. Какая-то такая история. И третья, есть такая версия, что Гайдар услышал свой будущий псевдоним в Харьковской губернии. Там слово «Гайдар» означало «пастух-овец». Каждый может выбрать ту версию, которая ему нравится больше, или придумать свою. Это можно сделать в нашей библиотеке. У нас для этого есть специальный кармашек, вы можете прийти, написать и положить туда. Буква «Р» – это снова произведение Аркадия Петровича, это произведение РВС. Вторая повесть Гайдара, которая имела для него большое значение, в первую очередь потому, что это первое произведение, написанное для детей. Спектакль. В 1964 году Пермский народный театр юного зрителя поставил новаторский по форме спектакль, игру Гайдара и его команда по произведениям Аркадия Петровича Гайдара. И очень много информации есть про этот спектакль, какой он был интересный, необычный. И тут важно то, что, в принципе, в этот момент много шло спектаклей по произведениям, но именно этот являлся таким составным спектаклем, в который входило несколько его произведений. Буква «Т». Ну, конечно, тут нет никаких вопросов. Это Тимур и его команда. Тут примечательно то, что сначала Аркадий Петрович написал сценарий к фильму. После он понял, что это очень интересный и классный сюжет, и нужно написать еще и повесть. И он написал повесть, и сначала она должна была называться «Дункан» и его команда. Вдохновленная одним из любимых писателей Аркадия Петровича был Шекспир, и вот он хотел назвать «Дункан» и его команда. Однако, когда он предоставил это произведение другим как бы на обсуждение, его друзья сказали, что такое произведение у него не примут, «Дункан» — не советское имя, и надо выбрать другое имя. И он выбрал имя Тимур. И поэтому у нас есть произведение Тимура и его команда. «У» тоже имеет отношение к произведениям Гайдара. Это произведение «Угловой дом», написанное в 1925 году. Оно не очень известное, но это первое произведение, подписанное псевдонимом Гайдар, потому что я вам за несколько букв до этого рассказывала, что псевдоним свой Гайдар взял в 1925 году. То есть с произведения «Угловой дом» началось все творчество Аркадия Петровича. Буква «Ф». Михаил Фрунзе был кумиром-военачальником Аркадия Петровича Гайдара, и после своего перевода в запас из-за полученных травм он написал ему письмо, в котором прощался с Красной Армией. Михаилу Фрунзе очень понравилось это письмо, и он посоветовал Аркадию Петровичу стать писателем. «Хорошая жизнь». Что же это такое? Это тоже произведение Аркадия Петровича Гайдара. Но если мы посмотрим, вы поймете, что такого произведения у него нет. Конечно, потому что это первое название повести «Голубая чашка». Буква «Ч». Это мы все с вами. Читатели. Потому что Аркадий Петрович знал, что он пишет для многомиллионной, да, я не ошиблась, многомиллионной аудитории, потому что в Советском Союзе произведения Гайдара выходили многомиллионными тиражами. И читатель — это главный человек в творчестве писателя. Школьная программа. Как мы и говорили ранее, во второй половине 30-х годов Аркадий Петрович Гайдар стал одним из самых популярных детских авторов. Более высокими тиражами могли похвастаться только Корней Чуковский, Самуил Маршак и Агния Барто. Но их стихи были для совсем маленьких детей. Аркадий Петрович писал произведения, которые подходили и подросткам, очень их интересовали. И октябрята, пионеры, комсомольцы — все зачитывались произведениями Гайдара. И возникали разные отряды, да, много было тимуровцев по произведению Тимура и его команда. И пять произведений Аркадия Петровича были включены в программу внеклассного чтения для начальной школы. Это произведения «Дальние страны», «Четвертый блиндаж», «РВС», «Военная тайна» и «Школа». Учителя рекомендовали читать и другие произведения Аркадия Петровича Гайдара. Но надо сказать, что дети читали и без рекомендаций, потому что действительно его произведения были очень популярными, известными, интересными. И каждый школьник знал, кто такой Гайдар. Буква «Э» — это экранизация фильма, произведения, инсценированы и экранизированы многие произведения Аркадия Петровича Гайдара. Первым можно назвать Тимура и его команда, потому что это, в общем-то, изначально был сценарий. Также «Чук и гек», «Школа мужества», «Судьба барабанщика». И хочется отметить, что очень много спектаклей по произведениям автора шло и в то время, и идет сейчас. И в ближайшее время выйдет фильм с Владимиром Вдовиченковым по произведению «Чук и гек». И еще в Александринском театре в Петербурге идет очень интересный спектакль Михаила Патласова «Чук и гек». Очень всем рекомендую его посмотреть, потому что он действительно поставлен в наше время. Но очень интересно, сплетены два времени, и там есть еще и дневники людей, которые погибали во время репрессий, погибали во время войны. Там со всех сторон очень интересно это оформлено. Буква «Ю» — юго-западный фронт. Это фронт, на котором погиб Аркадий Петрович в 1941 году. «Я» — Ялта. Ну, Ялта многим примечательна. Во-первых, рядом с Ялтой находится Артек. Во-вторых, Аркадий Петрович, в принципе, очень любил Крым, очень любил эти территории, очень любил там путешествовать, гулять, ездить. Многие из них вдохновляли писателя, вдохновляли его на такие интересные и необычные произведения. Говорят, что есть несколько мест, где Аркадий Петрович любил наблюдать за звездами. И эти места были для него важны. Но, конечно, жизнь и творчество Гайдара связаны не только с азбукой, про которую я вам рассказала, а еще в начале своего повествования я говорила про карту детектива. И хочу вам сейчас ее детально объяснить, описать, а вы увидите все на экране сами. Если я буду повторяться, я сразу прошу прощения, потому что есть там некоторые факты, которые сходятся, но повторение мать учения, и, возможно, это станет для вас, наоборот, еще одним толчком, чтобы побольше узнать про биографию творчества писателя. Выпуклая карта под надписью «Путешествие» — это список тех мест, о которых на этой карте идет речь. Здесь обозначены различные города, где путешествовал, бывал по службе, жил и работал писатель. Аркадий Петрович Голиков — это настоящая фамилия писателя — родился в городе Льгов, неподалеку от Курска. В 1908 году семья переехала из Льгова в Нижний Новгород. В то время Льгов был совсем маленьким городом, а Нижний Новгород, как и сейчас, очень хорошо развивался и был достаточно большим городом, то есть был виден большой контраст. В 1912 году семья опять переезжает, и теперь они переезжают в Арзамас. Там они остались на более длительный срок. У Аркадия Голикова были теплые отношения с родителями. Мать по вечерам читала детям книги, отец часто рассказывал истории из жизни крепостных крестьян, которые ему до этого рассказывали члены его семьи. В августе 1914 года началась Первая мировая война, и отца Петра Голикова отправили на фронт. Сын так скучал по нему, что даже попытался сбежать вслед за ним на войну. Однако, к счастью, Аркадия Голикова поймали неподалеку от Нижнего Новгорода и отправили домой. Здесь мы предлагаем вам пойти по пути желтого шнурка и прочитать трогательные письма, которые юный Аркадий Голиков отправлял своему отцу, когда тот ушел на фронт. Рядом с этими письмами расположена фотография Аркадия Петровича с отцом и другими детьми его семьи. Нам кажется, что эти письма очень важные, и действительно стоит прочитать многие из них, для того чтобы понять душу писателя и его отношения с отцом. В сентябре этого же года Аркадий Голиков стал учеником Арзамасского реального училища. Легче всего ему давалась литература. Преподавателем словесности был Николай Соколов. Позже он стал прототипом Галки из повести «Школа». И тут, конечно, стоит отметить, что многие писатели черпают свое вдохновение и разные интересные жизненные ситуации из своего детства. В ноябре 1918 года в Арзамас приехало к командованию Восточного фронта. Военные начали обучать красноармейцев. Аркадий Голиков писал в своем дневнике. Жизнь в Арзамасе очень оживилась, совсем не та атмосфера. Военное обучение понемногу налаживается. Прошли рассыпной строй. Скоро к стрельбе. Училище будущий писатель, к сожалению, забросил. В декабре 1918 года его назначили адъютантом в коммунистический батальон. А уже через несколько месяцев Аркадий Голиков показал выдающиеся успехи и стал начальником команды связи. Здесь мы можем проследить связь отца и сына, пройти по пути желтого шнурка к письму отцу и далее рассмотреть те артефакты, которые представлены в разделе «Служба». В 1924 году, оставив армию, Голиков начал писать рассказы. Сочинял для себя. Так он переосмысливал гражданскую войну. Так ему было проще и, насколько это возможно, легче с ней разобраться внутри себя. Чтобы научиться хорошо писать тексты, Аркадий Голиков решил поработать журналистом. В 1925 году он уехал в Пермь в редакцию местной газеты «Звезда». Там писатель каждую неделю публиковал фильетоны о жизни города. В разделе «Дружба равно работа» мы хотели показать, что для Аркадия Петровича это были неразрывно связанные между собой определения, которые являлись одними из основополагающих в его жизни. Также можно ознакомиться с письмом, которое уже есть на доске и с письмами, которые вложены в крафтовый конверт. Так что мы вас приглашаем приходить в нашу библиотеку, брать эти письма, читать их и делиться своими впечатлениями. Справа от писем фотографии, где писатель с друзьями. Мы хотели бы, чтобы вы попробовали там найти Гайдара и пофантазировать, кем были остальные люди на этом фото. Прямо под словом «работа» портрет Константина Георгиевича Паустовского. С Паустовским Гайдара связывали очень теплые отношения, и его воспоминания также сохранились. Их можно прочитать и узнать о Гайдаре с еще одной, не очень обсуждаемой, необычной стороны. Впервые Голиков подписался псевдонимом Гайдар, когда сдавал в печать свой рассказ «Угловой дом». И это является первой точкой отчета Гайдара, первой точкой отчета произведений, которые начал писать именно Аркадий Петрович Гайдар. В крафтовом конверте, где написано «Голиков» и стоит знак вопроса, можно прочитать различные версии о происхождении псевдонима Аркадия Петровича Гайдара. Кроме того, что можно прочитать наши версии и версии известных Гайдароведов, можно придумать свою, вложить ее в конверт, и мы с радостью опубликуем ее на нашем сайте, и будем работать с вашими версиями тоже. Так что советую вам это сделать. От этого конверта «Линия жизни» ведет снова к семье Аркадия Петровича, но это уже его другая семья, семья, которую он создал сам. Однако с ней тоже не все было просто. В первый раз будущий писатель женился в 1921 году, когда ему было всего 17 лет. Он женился на Марии Плаксиной, 16-летней медсестре, которая родила ему сына Евгения. Их сын умер, не дожив и до двух лет, и семья в скором времени распалась. Эту трагедию Гайдар тоже пронес через всю жизнь, и она, конечно, очень сильно на него повлияла. Но имя Маруся, имя Марии Плаксиной, тоже останется особенным для писателя, ведь в его произведениях не раз встречаются персонажи с таким именем. К сожалению, фотографии Марии Плаксиной не представлены на нашей доске, потому что она не сохранилась. В Перми литератор познакомился с журналисткой Лии Соломянской. Она на фотографии слева. В 1926 году ее перевели на краевое радио в Архангельск, и Гайдар поехал на север вместе с ней. Они поженились, и у супругов родился сын Тимур. Аркадий Петрович в это время путешествовал по Средней Азии, побывал в Ташкенте и хотел назвать своего сына необычным для России именем. Поэтому он прислал телеграмму жене, где попросил назвать сына Тимур. Именно сыну в дальнейшем писатель посвятит свою книгу Тимур и его команда. Писатель много путешествовал. Его часто отправляли в командировки, переводили из газеты в газету. Через пять лет после того, как Соломянская стала женой Гайдара, она ушла от него к другому, забрав с собой сына. Так что, как вы можете увидеть по вехам в жизни нашего автора, очень много было фактов, которые постоянно ломали его судьбу, но он при этом все равно оставался замечательным детским писателем, находил в этом свою отдушину и писал произведения, которые стали известными на весь мир. Осенью 1938 года Аркадий Гайдар перестал работать журналистом и переехал в подмосковный город Клин. Писатель снимал дачу у семьи Чернышевых и познакомился с дочерью хозяина, Дорой. Она стала третьей женой Гайдара, а ее дочь Женю писателю дочерил и всю жизнь считал ее своей дочкой. Фотография Доры последняя в нашем ряду в разделе «Семья». Если посмотреть чуть ниже, то там представлено фото Гайдара с детьми в лагере «Артек». Писатель очень любил проводить время с детьми, писали их произведения, он действительно приглашал их на прогулки, рассказывал им интересные факты из своей жизни и просто ему очень-очень нравились дети. Далее шнурок, наш желтый шнурок, про который мы не забываем, смотрим на него, любуемся на видеоряде и приходим к нам в библиотеку. Он ведет нас к интересной истории. Тимура и его команда «Шекспир и кусочек пленки». Как это все рассказывает? Как это все связано между собой? Можно подумать сейчас самостоятельно, 10 секунд, и остановить видео, а можно послушать меня, потому что я вам сейчас об этом расскажу. Свою знаменитую повесть Тимура и его команда Аркадий Петрович пишет в подмосковном городе Клин в 1940 году. Правда, сначала была не книга, а сценарий к фильму Александра Разумного, поэтому на нашей доске есть кусочек кинопленки. Сценарий в номерах с предложением печатала газета «Пионерская правда». Раньше очень было популярно печатать произведения по кускам, и читатели коллекционировали журналы, и таким образом у них был такой книжный сериал. Они каждую неделю получали новую серию, и в итоге это было очень увлекательно. Каждый выпуск газеты там было очень интересно сделано, он обсуждался на диспуте профессиональных журналистов, и в СССР это был такой первый творческий диспут на заданную тему, и это тоже примечательный факт. Произведение было настолько популярно, что до 1986 года оно переиздавалось 212 раз. Просто вздумайтесь. И тиражи были бешеные, действительно были многомиллионные тиражи, и 212 раз – это вообще какое-то рекордное число. Просто уму непостижимо. Книгу перевели на 75 языков. Далее предлагаем вам угадать, откуда здесь на доске взялся голубой осколок. Думаю, что вы разобрались, откуда эта улика, откуда этот голубой осколок, и, конечно, он связан с голубой чашкой. Отсылка к произведению «Голубая чашка» – это психологический рассказ о взаимоотношениях внутри семьи, о терпении, о внимании друг к другу. От этой улики можно перейти чуть подальше по пути желтого шнурка и увидеть красный флажок. Все остальное на доске подкреплено белыми флажками, а красный символизирует трагическое окончание судьбы Аркадия Петровича Гайдара. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, он отправился добровольцем на фронт. Конечно, он не ожидал, что его жизнь так быстро оборвется. Он писал сводки для газеты «Комсомольская правда», и 26 октября 1941 года Аркадий Гайдар погиб, защищая своих товарищей недалеко от села Леплява. Внизу мы расположили обложки произведений Аркадия Гайдара разных лет. Таким образом, так или иначе, все аспекты его жизни, которые обозначены выше, приводят к его творчеству, к обложкам его произведений и, соответственно, к его произведениям. Практически все эти книги вы можете взять в нашей библиотеке. Мы будем очень рады, если вы придете и воспользуетесь такой возможностью. Библиотекарь с радостью подберет книгу, которая будет интересна именно вам. И также мы приглашаем вас насладиться нашей картой детектива вживую, прийти, почитать письма, положить свою версию псевдонима, потрогать все, понюхать. Но просим быть аккуратными. Поэтому приглашаем вас в нашу библиотеку по адресу Ростовская набережная, дом 5. Мы вас ждем все дни недели, кроме понедельника. И будем очень рады, что вы придете, возьмете произведения Аркадия Петровича или другие произведения, которые вдохновились его творчеством, его произведениями. Или просто любую книжку. У нас очень большой фонд. У нас также есть вторая библиотека. Она находится на 3-й Фрунзенской, дом 9. Тоже тут недалеко, в районе Хамовники. Так что мы вас ждем в одной из наших библиотек. И напоминаю вам, что это была передача «Золотые лекции» на канале «Русский мир». Спасибо вам большое за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова